И снова в эфире Большой стендап на Юмор ФМ Встречайте, Гоша Борода, Красноярск Привет, привет, здорово, здорово Юмор ФМ, здорово Летом 2021 года мы поехали всей семьей на Алтай А Алтай это место силы Место силы, так в нашей стране говорят про места, где нет нормальной инфраструктуры А что, здесь нормальных отелей и дорог нету? Зато силы знаешь сколько У нас местами силы вообще называют реально красивые места, да? Алтай, Байкал, Камчатка А там, где некрасиво, наш народ находит другой плюс Лечебные грязи У меня возле дома за гаражами асфальта нет, там всегда месиво из грязи Я думаю, может там лечебницу уже открыть? Положат асфальт, скажу, что место силы Мы поехали на Алтай, на озеро Яровой И там был огромный плюс, это офигенный открытый аквапарк Но был еще один плюс Плюс 12 В середине июля, плюс 12 Посещение аквапарков, плюс 12, такое себе развлечение Сказываешься с водяной горки и больше боишься не высоты, а пневмонии Плюс 12, отопления в хате нет Согревало лишь одно, сила Алтая Так называется местная водка Намерзлись на Алтай, вернулись к себе И у нас сразу на две недели отключили горячую воду У меня просто бойлер сгорел Я пошел покупать новый бойлер И вы видели, сколько стоят бойлеры в период отключения воды в городе? У вас бывало, что вы смотрите на цену и думаете, это цена или номер телефона? Я еще советовался с продавцом магазина Так он мне шепотом сказал Как воду дадут, бойлеры в два раза подешевеют Ну, спасибо тебе, Нострадамус Но бойлер-то мне сейчас нужен Это все равно, что я приду на концерт Земфира А мне кассирша скажет Когда Земфира уедет, тут все дешевле будет Завтра на ярмарку меда приходите, вообще бесплатно Короче, 10 дней не было воды Потом дали воду, я такой О, приму ванну Включил ванну набираться Вы когда-нибудь принимали ванну полную капучино? Ну, вот эта жижа текла А я думал, ТЭЦ-2, это какое-то новое испытание? Ну, пришлось принимать эту грязную ванну Я поначалу парился А потом просто убедил себя в том, что грязь-то лечебная Мы же вместе силы живем Смотрите, я не из богатой семьи В моей семье было принято на застольях оставлять все самое вкусное на потом Жареная курица? Конечно, она будет Ну, для начала, тазик пюре Сейчас на банкетах все самое вкусное Я съедаю в первую очередь Сейчас пюре идет нафиг сразу На столе стоит малосольная семга А мне говорят, положить тебе пюре? Нет, не положить На праздничных столах сразу видно Когда бутерброды с икрой делали жадные хозяева, да? Когда слой икры на бутере не для создания вкуса А для обозначения наличия икры Там под каждой икринкой на масле след от карандаша, обозначающий позицию Меня вообще бесит, когда блюдо готовится по принципу Смешаем немного очень вкусного и дофига съедобного Все же ели эти гомеопатические чебуреки? Ну, вот эти, которые площадью один квадратный метр А внутри из мяса только запах Не, я понимаю, что все это из желания сэкономить Я это понимаю сейчас Но в детстве я не мог понять свою бабушку Которая пекла пирожки с такими толстыми стенками Что я мог его пять минут есть Но так и не понять, какая там начинка Я однажды съел ее пирожок до середины А начинки все еще не было Я продвигался дальше Я в азарт вошел В итоге я съел пирожок вообще без начинки Оказалось, у бабушки закончилась начинка И она решила сделать один пирожок Типа как счастливый пельмень, особенный Странный подход, к слову, счастливый, конечно Она после этого как-то сварила кастрюлю риса А я так и не мог понять, это вообще рис или счастливый плов Ну что ж, у меня все, с вами был Гоша Борода Юмор ФМ, пока Это большой стендап Биг стендап Биг стендап На Юмор ФМ